Медиагруппа Авангард представляет Дамы и господа, добрый день. Я сейчас расскажу про действительно способы, подходы, которые мы непосредственно предлагаем, ну и которые используют банки. Первая схема, она самая распространенная. Это классика, это уже то, что вошло в нашу ежедневную работу, в вашу ежедневную работу. Это когда у человека просто выманивают реквизиты доступа, будь то это вход в личный кабинет, в интернет-банк, мобильный банк, будь то это карточные реквизиты. И, соответственно, дальше производят обнал либо через интернет-банк, либо через различные платежные системы, P2P, кошельки, в криптовалюты выводят и так далее. Вариации на эту тему, какие там используются слова и так далее, схема 100-500, последняя, наверное, которая обсуждалась довольно широко. Мошенники стали использовать, ну мотивировать, да, как бы жертву рассказать свои данные на страхе, что сейчас закроют его вклад. Естественно, средства его перестанут быть доступны. И на самом деле, как бы, ну вроде пока здесь ничего такого криминального нету, да, но мошенник моментально следующим шагом сваливается в классику, опять же просит предоставить те же самые реквизиты, которые он делал и раньше без такого подхода. К сожалению, к сожалению, это сейчас вот эта схема, она банальнейшая, но она самая распространенная и банки очень долго к ней приходят к борьбе к ней. А сам очень приятный, это замечательный шаг, что в прошлом году был принят 167 ФЗ и там прописаны все признаки, которые позволяют вот эту простейшую схему выявлять. Я говорю в первую очередь об анализе параметров устройства, с которого человек заходит, потому что здесь это работает великолепно, да. Мошенник заходит с нетипичного для клиента устройства. Это первый прям признак, который бросается в глаза. В третьем признаке говорится о каких-то нетипичных действиях пользователя, нетипичных счетах получателя. И это тоже довольно очевидно, что надо использовать. Те банки, которые подобные системы или подходы используют, цифровые отпечатки устройств и так далее, они видят часто, особенно на старте, когда еще не было такой системы у них в руках, такую картинку, такую розочку. Вот справа внизу это устройство, которое можно обычно видеть трекингом. Черные точки это геолокации изменения, а вот остальные как бы узлы это учетки. Видите, какое большое количество всего. Но все это связано с единым отпечатком устройства. Если на него кликнуть, можно увидеть, что все эти устройства на самом деле одно и то же. Для банка это видится разными, как бы, не знаю, заходами. Тем более, что вот в данном случае мошенник, он делает чуть похитрее, чем обычно. Он использовал прокси, который меняет exit point каждый раз. Поэтому такое большое облако и геолокаций на этом графе. Что здесь еще выдает мошенника, даже без, как бы, его на самом деле слегка полить. Он переиспользует учетки, вот они посерединке между устройствами. И сразу раз даже меняя устройство. Он таким образом себя тоже, как бы, ну, проявляет, да, его очень легко отследить. Но вот это вот делать можно не только на уровне банка конкретного. Следующий шаг, который вот стоит делать, и надеюсь, на уровне как раз финсерта и фида антифрода, это можно сделать в режиме реального времени. Там надо будет, наверное, что-то доработать в плане параметров устройств. Мы тут готовы помочь. Это реальная картинка с одного из мошенничеств. Картина разворачивалась приблизительно следующим образом. Банки расцвечены здесь разными цветами. Все началось в синем банке. Мошенник просто, как бы, заходил с одной и той же учеткой, но постоянно тер историю. В принципе, ничего криминального здесь нету. Как бы, ничего страшного. А вот потом, впоследствии, видите, как бы, вот справа появились совершенно другие банки, которые активность, как бы, в других банках с тем же отпечатком устройства. И геолокация, вот тут тоже важный момент, это на самом деле опера, это випенка. Випен опера. Ну, тоже, опять же, в принципе, пока ничего страшного. Но здесь уже стало очевидно, что человек, как бы, ворует деньги, грубо говоря, там, из правых банков, да, а выводит средства через синие. Ну, и потом он до синих тоже, до своих добрался. Тоже частая история. Вот, аномальность поведения устройства в одном из банков может быть очень хорошим сигналом для того, чтобы посмотреть, а что это устройство делает еще в других банках. И увидеть вот эту схему кроссбанковскую, да, вывода средств из одного банка в другой. Даже есть еще более, так сказать, примитивный подход. Это не всегда такая история работает. Там разные люди участвуют в этих схемах вывода и так далее, да. И часто вот таких вот прямых связей нет. Но все равно происходят транзакции из банка А в банк Б, а в банке Б должна быть обналичка, да, должны средства выводить. И в банке Б можно увидеть вот эту пресловутую розочку, да, вот эти количество учеток, которые связаны между собой за счет того, что мошенник, ну, как бы, он не там, не в банке Б ворует, да, он выводит там средства. Как раз там за счет единственного мошеннического перевода, который был совершен в банке А, можно закрыть всю его сетку аккаунтов, которые он для себя приготовил. Это тоже очень эффективное противодействие социалке. И отдельно хочу остановиться на канале вывода как раз через карточные, ну, через картон-презент операции, да, службы там и сервисы. Это самый широкий канал Абнала. Собственно говоря, вот свежая статистика вот финсерта. Сами видите, там все очень печально. И, по сути, проблема в том, что способов реализации вывода крайне много каналов, там, сто пятьсот, да, различные сервисы. За всеми банк-эмитент карточки он вообще не может отследить. Это не его сервисы. Но, тем не менее, как бы, вариант решения этой проблемы есть. Я вот на этой конференции узнал, что один банк уже сделал такую реализацию. Очень рады за них. Мы тоже движемся в эту сторону. К сожалению, я вот думал, что мы покажем уже статистику какую-нибудь красивую, опять же, красивые картинки. Но в банке у нас там несколько проектов идут, и, к сожалению, там у банка сдвинулись сроки. Какая идея, да? Идея в том, чтобы оказаться на страничке 3ds ровным счетом таким же, грубо говоря, с таким же подходом, как и в системе ДБО. С анализом параметров устройства. Эта идея на самом деле уже озвучена и много лет существует в виде стандарта 3ds 2.0. И, наверное, это тоже одна из причин, почему туда не очень быстро люди двигаются. Я имею в виду в тему анализа типичности устройств, с которым происходит подтверждение платежа на странице 3ds. Все ждут, когда этот стандарт заработает. Но я вас уверяю, мы занимаемся, собственно говоря, этим анализом отпечатков. Вот если вернуться на предыдущую картинку, вот здесь есть примеры, мне не подсветить лазером, там, видите, несколько отпечатков существует, и они между собой связаны вероятностно. К сожалению, отпечаток – это не стопроцентная гарантия, что это устройство то же самое. И за этим стоит очень такая серьезная аналитика. Внедрят 3ds 2.0, вы получите параметры устройств. Следующий шаг – это их проанализировать. Простой матчинг между собой, набор этих векторов, которые вы получите по параметру устройств, он будет работать, но недолго и неэффективно. Чтобы сделать получше, надо будет потратить силы. Так вот, установка, ну или там сбор параметров устройства на странице 3ds позволит вам выявить случай, когда происходит подтверждение с нетипичного устройства для данной карты, а еще увидеть случай, когда с одного устройства идет подтверждение по множеству карт, и очевидно это уже какой-то, ну, обнал денег, да, вывод средств с карт. Чем этот подход еще хорош? Он на самом деле захватывает не только социальную инженерию. Никто трояно не отменял. Я чуть попозже там покажу некоторые интересные кейсы. Упомяну их. Вот. И это позволяет очень хорошо закрыть сейчас, к сожалению, наиболее широкий канал проведения мошенничества. Следующий тип, который, наверное, мы впервые встретили в конце 2018-го, начале 2019-го года, он сейчас сошел на нет, это была атака через удаленку на ПК, на физиков. Классически это было, как так сказать, специфично для юриков, да, здесь вот нашли подход к физикам. Летом, где-то с мая, да, они переключились на удаленку на мобильных устройствах. Схема приблизительно, ну, одна и та же, что на ПК, что на мобильниках. По сути, опять же, звонок клиенту, якобы от сотрудника банка, мотивирование его на то, чтобы он поставил удаленку, делается это, опять же, под очень большим количеством различных причин. Люди ставят, ну, и, соответственно, человек сам, к сожалению, проходит все этапы модификации себя в приложении, и после этого мошенник, якобы спасая его деньги, да, переводит через удаленное управление, кликая в приложении, проводит операцию переводить деньги себе. Что здесь можно сделать? В принципе, опять же, здесь очень хорошо работает выявление удаленного управления на устройстве. Некоторые банки, ну, или, там, скажем так, вендора предлагают только выявление факта, ну, наличия, да, по удаленному управлению. С учетом того, что оно все легальное, то же самое TViver, QuickSupport, ложняка очень много, поэтому наиболее эффективным является еще выявление, что прямо через удаленное управление что-то делают в приложении, в целевом, в банковском. Вот, это, де-факто, уже некоторые банки используют, это очень хорошо и высокоточно, да, попадает по мошенникам. И, по сути, это закрывает эту схему. Она становится неэффективной. Единственный, наверное, здесь аспект, который еще можно упомянуть, наверное, до середины этого прошлого года уже считалось, что в iOS владельцы iOS наиболее защищенные от мошенничества люди, но вот удаленка, к сожалению, на них тоже работает. Там нельзя управлять устройством, Apple позаботился об этом, но мошенник видит все, что происходит на экране, а там приходят вторые факторы, в виде смсов, пушей и так далее. И они это могут использовать, собственно говоря, для проведения тех же платежей в карточном канале, например. Поэтому для iOS этот вектор, как атаки, так и выявления, тоже очень рабочий. Самое неприятное, что сейчас, с чем сталкивается, мы сталкиваемся, да и банки, ну и клиенты, это чистая социалка. Я имею в виду, когда человек поверил мошеннику полностью и сам переводит деньги без участия технического, скажем так, мошенника. Тоже вариаций очень много. Схема старая. И здесь как раз нетипичности, выявление каких-либо нетипичностей в плане устройства и так далее, поведение человека не очень работает. Здесь больше, конечно, приходится опираться на нетипичность операции. Или уже на известные случаи вывода средств на конкретного мошенника. Статистика очень гуляет по банкам. В смысле, какой процент такого мошенничества у них случается. От 5 до 60%. Я специально опрашивал банки, и у меня сложилось такое понимание, что мошенники тоже делают простые вещи вначале. Если у банка нет средства, которые я привел в первом кейсе, то мошенники, естественно, будут вводить деньги таким образом. И чистая социалка им вообще не сдалась. Как только банки этим внедряют. Следующий этап – удаленщики. Вот прям мы можем последить на нескольких банках на нашем опыте. Как только банк и этот вектор закрывает, вот здесь появляются чистые обнальщики. Это более сложная для реализации схема. Схема, да, наверное, с не очень большим выхлопом. Ну, в зависимости от объема клиентской базы в банке. И хочется сказать, что, как сказать, есть конкурент вообще социалки. Когда, как только появляется какой-то технический способ вывода средств, мошенники переключаются на него, потому что это работает быстрее, человеческого фактора меньше, вывод средств надежнее. И в прошлом году появился, скажем так, к нему подходили довольно долго, но в полной мере реализовали втрояние густов, так называемый. Густов. Вот. Они используют в андроиде accessibility сервис, так называемый. Это сервис, который бы предназначен для людей с ограниченными возможностями, но его специфичность в том, что он позволяет производить действия из одного приложения в другом. Фактически, как если бы это делал человек. Фактически, ну, это некий бот. С помощью него можно сделать бота. И выглядит это следующим образом. Это приложение PayPal. Человек вводит смс, которую он, собственно говоря, получил, как второй фактор. Видите, дальше происходит все без действий человека, автоматом. Вот вместо него, как только человек прошел биметрию, там, не знаю, смски ввел, пин-код ввел, вместо него начинает кликать бот. Причем смски, как второй фактор, которые должны там прилетать для подтверждения платежа, тоже, к сожалению, не работают. Часто приложение само подставляет смс-ку. Либо очень удобно, когда всплывает, как сказать, тул-тип, да, с смс-кой вы можете кликнуть, и оно подставится в поле ввода. Вот вместо того, чтобы, значит, вы это делали, да, делает, собственно говоря, троян. Он очень быстро работает. Люди не успевают вообще ничего с этим сделать. Они в шоке смотрят на то, что происходит на экране. Очень эффективный, сейчас троян. Единственный сдерживающий фактор его развития в том, что, скажем так, все группы, которые занимаются подобного рода малварями, они сейчас разрознены. Каждый пишет свой способ реализации подобной атаки. И пока это не придет в некое такое к зрелому виду, как, например, в Зевсе, там был стандартный уже формат описания, как делать инъекции на страницу. Вот если это придет к такому же состоянию и для подобного типа малваря, вот тогда будет бурный рост такого способа вывода средств. Фактически это автозалив в мобильном канале. Ну и подводя итоги некоторые, я хочу обозначить там тренды или какой-то прогноз сделать. Учитывая как бы текущий уровень защиты в банках, проникновение технологий и положение 167-го, мне кажется, что нас все равно ожидает рост объемов хищений с использованием социалки. Лидером среди каналов так и останется карт-нод-презент, потому что там еще меньше сделано, чем в ДБО. В принципе, по мере того, как банки все-таки будут это внедрять, у нас будет рост чистой социалки. Единственное, что, опять же, могу предположить, что конкуренцию ему составят подобные технические способы вывода денег за средства. Если это случится, то чистая социалка подождет более благоприятного для себя времени. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!